друзья всем привет с вами опять руслан значит мы снова поговорим про патроны и сегодня у нас будет обзор новинок от новосибирского патронного завода под брендом sip fire я редко рассказываю именно про патроны которые можно и у нас купить в магазинах вот но эта новинка меня немножко удивила да удивила она меня в первую очередь вот этими вот словами то есть это патроны с медной точеной пулей во первых значит мы видим что новосибир сделал очень красивой коробочки видите здесь значит у них тут все вот серебряное тиснение здесь у них даже есть надпись что это премиум серия и все такое то есть над дизайном они молодцы поработали что кстати не сказать про их сайт сайт у них выглядит до сих пор как верните мой 98 примерно так перейдем к патронам значит появились в моем магазине новые их патроны под брендом sip fire соответственно с медной точеной пулей значит я взял по коробочке в 308 и в пятьдесят четвертом калибрах цена на эти патроны большая то есть они стоят примерно по 2000 рублей 54 стоит там 1900 чем-то 308 2 100 по моему чем-то в общем грубо говоря по 100 рублей за патрон когда я был на выставке охота оружия 19 я как раз вам показывал вот что они презентовали вот такие вот тоже точеные пули и наконец они дошли до магазинов но пули здесь совершенно другие ну и давайте я вам покажу как выглядят эти патроны то есть вот так вот у нас выглядит патрон 308 калибра латунная гильза что кстати очень положительно с капсюлем системы боксер то есть будет хорошо для релоуда и давайте посмотрим на патрон 54 72 на 54 здесь пуля довольно таки сильно отличается но моя чуть попозже рассмотрим поближе значит по характеристикам что значит здесь у нас пишут что кучность из баллистического ствола на 300 метров меньше равно 9 сантиметров то есть обещают минутный патрон патрон предназначен для охоты на зверя от 50 до 150 килограмм и соответственно масса пули в 54 калибре 912 грамма и скоростью 728 метров значит что у нас пишут про 308 патрон то же самое охота 50 150 кучность тоже меньше 9 сантиметров то есть минута и масса пули 9 4 грамма и скорость 740 метров в секунду по традиции экскурс в историю зачем вообще нужны солиды или цель на точенные патроны вообще первые цель на точенные патроны появились в патроне для винтовки либеля 8 на 50 либель это была пуля дезолье которая означалась как пуля д так что это вообще ни разу не новинка вот потом цель на точенные патроны долго использовались и используются сейчас в африке на африканских охотах в крупных калибрах да вот типа 600 нитроэкспресс про которые вам рассказывал ну или вот такие более реалистичные калибры 416 rigby и 470 да то есть зачем это нужно в охоте в африке это нужно для охоты на крупных толстокужих животных до чтобы оболочная или полуоболочная пуля не расплющилась пробивая толстую шкуру этого животного как бы цель на точенная пуля прошла внутрь и поразила жизненно важные органы вот но в современном спортивном мире цель на точенные пули используются в первую очередь для высокоточной а наверное даже правильнее сказать для сверх дальней стрельбы да то есть у меня опять же есть два таких макета 338 лапа магнум и 408 читак оба с точенными пули здесь в принципе для чего это делается для вас высокоточной и дальнобойной стрельбы нужно очень хорошая баллистика хорошая баллистика обеспечивается в том числе хорошей геометрии пули и в том числе ее длиной да поскольку медь ну точнее сплавы меди на основе меди они имеют меньшую чем свинец плотность пулю можно сделать длиннее при сохранении необходимой массы а также обратите внимание какие острые здесь носики пулю можно сделать лучше геометрии да вот такой остроты носика добиться на традиционных штамповочных станках я думаю что невозможно поэтому ну например тот же самый 487 так к нему делается только цель на точенные пулю в 338 есть и такие и такие вот то есть позволяет добиться лучшей баллистики но для определенных целей и что немаловажно выточить пулю из цельного куска металла намного проще чем наладить ее полноценное производство то есть цель на точенные пули можно выпускать спокойно мелко серийными партиями да ну грубо говоря нужно сделать просто модель и запустить эту модель на чпу станок чпу станок вам выпустит хоть одну хоть 2 хоть 10 хоть 100 там любое количество пуль да такая пуля будет стоить дороже чем массовое производство стандартных пуль но с другой стороны таких пуль можно выпустить малое количество и не разориться на установке производственной линии полноценных пуль вот ну а военные предпочитает использовать точеные пули для стрельбы сквозь стекла почему это им нужно да потому что при попадании в стекло любая пуля обычно она деформируется и может отклониться от своей траектории там на метр например да если цель стоит далеко от стекла то через несколько метров то есть вероятность промахнуться поэтому всевозможные полицейские снайперы подразделения антитеррора используют там паковые пули для стрельбы сквозь стекла то есть там паковая пуля не так сильно деформируется и соответственно может пробить стекло и потом не сильно отклоняясь от своей траектории поразить цель вот например есть у меня такой такая экспериментальная немецкая пуля как раз сделанная для того чтобы стрелять сквозь стекла но вернемся давайте к нашим сипфаером к нашим патронам от новосибирского патронного завода иначе вот у меня есть эти два патрона я их уже разобрал вот у меня 54 патрон и вот у меня 308 патрон давайте рассмотрим сначала 54 он имеет очень интересную пулю то есть все солиды которые я когда-то видел да они имели вот такую вот форму да то есть идет пуля и в ней делаются проточки под врезание в нарезы здесь же сделано наоборот да то есть была вытащена сначала видимо какая-то заготовка потом из нее было из нее была вытащена пуля но оставлены вот эти вот выступы до для нарезов сделали как бы наоборот почему так сделали для меня если честно загадка пуля значит давайте мы взвесим ну вот пуля 762 на 54 весит примерно как и написано 9 2 грамма написано что должна весить 9 и 14 но это могут подбирать весы и пуля 308 калибра весит ну 9 5 грамма до написано что весит 9 и 4 значит из положительных моментов в гильзе 308 калибра мы можем увидеть запаленное отверстие системы бердана что не может не радовать всех людей кто занимается самостоятельным снаряжением патрона в 54 соответственно система смоения бердана порох значит с порохом вообще довольно интересно вся четвертой пуля у нас вот такой вот порох который мне больше всего напоминает сунар 308 хотя здесь я могу ошибаться потому что на вид они не всегда их можно определить и навеска этапа этого пороха давайте обнулим стаканчик 3 и 1 грамма и можем сейчас пересчитать в граны 47 грамм навеска пороха в 308 35 грамм что кстати довольно немного или 2 и 3 грамма вот какой здесь использован порох я не знаю он очень похож на сунар 5 56 тоже такой же мелкий но немножечко все-таки отличаются размеры здесь мне показалось что чуть больше размеры гранул чем сунаре 556 ну по крайней мере в том сунаре которые у меня есть какая тут уже которого скорость течет срок годности да и еще хочется сказать что на выставке армс хантинг мне давали вот такие вот пуля вот это вот позиционировалась как пуля всем сюда на 54 а вот это как пуля к 308 да ну как мы видим 762 на 54 она конечно как категорически отличается да то есть это совершенно другая пуля а вот пуля в 308 довольно таки похоже единственное что у них их отличает это небольшая разница по весу ну я их уже взвесил не буду еще раз это делать пуля с выставки весила на 0 3 грамма больше вот ну и что хочется сказать что я не очень понимаю зачем вообще они были сделаны да честно скажу я не верю что они будут как-то волшебно лететь что это будет какие-то супер высокоточечные патроны с этими пулями и что их будут активно использовать спортсмены особенно в 54 калибре опять же зачем нужны ли они для охоты я тоже не понимаю потому что для охоты лучше использовать какие-то софт пойнта пули почему они появились на нашем рынке ну у меня есть одно подозрение что это отголоски каких-то военных разработок которые именно хотели сделать пулю для стрельбы сквозь стекла поэтому мы видим в принципе стандартный более-менее размер без увеличения длины для улучшения баллистики из-то более-менее стандартный для таких патронов вес возможно нпз разрабатывали что-то для военных а потом решили попробовать это представить на гражданский рынок может быть будут брать да значит я завтра поеду ну для вас это будет через несколько секунд так что вам повезло вот я завтра поеду в тир и попробую все это дело отстрелять к сожалению все открытые стрельбища на закрыты до сих пор в москве по карантину я поэтому пойду в закрытый тир там к сожалению снимать нельзя с результата стрельбы я вам покажу на мишенях и расскажу так что поехали в тир окно что дорогие друзья я вернулся из тира и сразу скажу съездил я не без приключений в тире было безумно жарко у нас с москве погода в районе 30 градусов тепла а тир представляет из себя крытую такую бетонную трубу которая прогревается очень сильно и поэтому я там весь истекая потом отстреливал для вас новые патроны сипфайр вот значит первое что у меня получилось по 762 на 51 то есть по 308 они полетели на удивление неплохо стрелял я из винтовки имр-1 и получил вот такие вот мишени на сейчас я их замерю ну даже не меряя эту скажу по квадратикам же здесь порядка 60 миллиметров наверное даже чуть чуть меньше да или чуть чуть больше вот с одной стороны это многовато но моя винтовка она в принципе вот на 2 мишени примерно также моя винтовка она еще не настроена у меня нет пока подобранного правильного патрона который бы на максимум показывал ее возможности все последнее время я стреляю вот такими вот новосибирскими двух элементными патронами которые у меня пока показывали лучшие результаты но сегодня они полетели отвратительно да то есть видите здесь сколько получается в общем больше наверное десяти сантиметров вот они почему-то возможно быть из-за жары может быть из-за моего так сказать состоянии в эту жару видите здесь 9 сантиметров разброс потому что у меня двух элемент на этот новосибирск тампаковой пулей вот иногда показывал вот такие вот результаты видите здесь у меня было 35 миллиметров да как-то мне удалось собрать такую красивую группу из мр-1 кстати вот это вот довольно интересная мишень видите вот эти два отверстия где написано дтк это меня были первые два выстрела с открученным дтк ну точнее не с открученным а с раскрутившимся дтк который немного болтался на стволе обратите внимание как это может повлиять на разброс вот так что вот у меня пока была лучшая группа вот такая вот двух элементам нпз 35 миллиметров но сегодня нпз раскидала адова и по сравнению с этим пуля точенка полетела вполне себе неплохо поэтому я считаю что в принципе я наберу свои слова назад что скорее всего патрон будет никакой возможно у этого патрона есть потенциал им надо его попробовать на более настроенной более точной винтовки возможно когда откроется у нас патриот или алабина мы попробуем это сделать на орсисе т-5000 поэтому здесь результаты неплохие а вот что касается патрона 72 на 54 у меня произошла трагедия я взял свою трехлинейку я ее наверно уже больше чем полгода не доставал не стрелял из нее именно при стрелке у меня причем не этим патроном а стандартным патроном который я стреляю у меня рассыпался прицел пылу который вроде как считается неубиваемым никогда я такого не видел но вот она со мной произошло с открытых прицелов я стреляю очень плохо у меня очень маленький опыт я попробовал пострелять на 50 метров ну вот вы видите обведенную кучку но она как бы ни о чем да потому что и я стреляю плохо и винтовка не очень пристреленный как бы с открытого прицела судить мне кажется не правильно о высокоточном патроне поэтому считаете что 54 я не отстрелял и кстати говоря если кто-то продает прицел пау или знает где хороший магазин где недорого продаются прицел и пу интересует в первую очередь оригинальный конечно прицел я видел что они есть но если у кого-то есть какие-то контакты я был бы очень признателен потому что я хочу теперь разбитый прицел заменить на нормальный вот но что в общем то хочется сказать да что в принципе патрон наверное имеет потенциал 308 конкретно имеет право на существование и нужно его дальше тестировать так что на мой взгляд новосибирск молодцы что сделали такую такой новый патрон как я уже говорил не очень понятно зачем но он в принципе летит из даже такой не настроенный в моей вантовке как мр-1 поэтому если у вас есть оружие хорошие в 308 калибре я бы рекомендовал попробовать хотя бы разок отстрелять этот патрон и посмотреть на результат вот ну а на сегодня все всем удачи и пока